в данном видео дорогие друзья вы узнаете любопытные факты о знакомом продукте каждому из нас это яичная скорлупа все мы с вами готовим омлет жарим яйца выпекаем разную сдобу но и конечно же берем и выбрасываем яичную скорлупу что делать совершенно не нужно ведь еще наши предки считали ее полезнейшим продуктом яичную скорлупу всегда использовали как пищевую добавку которая обладает лечебными свойствами также яичную скорлупу хорошо применять в быту для подкормки растений домашних питомцев а еще при помощи яичной скорлупы можно чистить даже посуду и сегодня многие думаю сталкиваются с такой проблемой как ломкость ногтей и выпадание волос и здесь тоже вам поможет яичная скорлупа волосы станут густыми сильными и блестящими а ногти гладкими и прочными нужно всего лишь 3 чайной ложки пудры яичной скорлупы соединить с половиной чайной ложки например рыбьего жира и принимать один раз в неделю многие конечно наверное скептически к этому отнесутся и скажут зачем молоть яйца не проще ли сходить в аптеку и купить там глюканат кальция в виде порошков виде таблеток но тем не менее я знаю что все равно многие люди яичной скорлупой пользуются в быту продукт практически бесплатный самое главное это конечно соблюдать такие правила как скорлупу например перед использованием тщательно очищать мыть ее с мылом после чего хорошо ее подсушивать дальше нужно мелко истолочь и хранить в стеклянной емкости не забывайте о том что скорлупа как сырых так и вареных яиц может быть переносчиком сальмонеллы поэтому обязательно перед измельчением необходимо дополнительно яичную скорлупу подержать как минимум 10 минут в растворе соды можно сделать это даже в два или в три приема и очистить можно от внутренней пленки кстати не обязательно это делать эта мембранка может даже остаться потому что в ней тоже есть полезные вещества здесь на ваше усмотрение если возникает у вас вопрос какая же скорлупа лучше от коричневых яиц или от белых здесь ответ очень прост все яйца одинаково полезны поэтому цвет скорлупы зависит только от породы кур скорлупе ученые уже давно обнаружили большое содержание фтора меди кальция фосфора и много много других полезных витаминов и минерал те микроэлементы которые содержатся в данном продукте они укрепляют эмаль и помогут вам предупредить кариес а также могут побороть кровоточивость десен при регулярном использовании еще наши бабушки пудры из яичной скорлупы дополняли всегда детские блюда и я считаю что здесь справедливо нужно отметить что во время роста ребенка это очень важно нужное количество кальция но помните что нельзя вводить меню даже самые полезные продукты предварительно не согласовав свои действия с педиатром консультация врача здесь обязательно и также категорически запрещено давать порошок яичной скорлупы детям до года и с осторожностью также до достижения трех лет и яичная скорлупа прекрасно усваивается организмом человека и не забывайте конечно же что дополнительный витамин d мы получаем с вами когда гуляем на свежем воздухе в солнечную погоду и если человек чрезмерно увлекается кофе и выпивает например больше трех кружек в день то конечно же из его организма очень активно вымывается кальций можно например добавить пудру из яичной скорлупы прямо в утренний кофе вы тем самым улучшите его вкус и сделаете его немножко мягче и кроме того кофейная гуща скорее опустится на дно чашки а значит вы сполна сможете насладиться питьем достаточно добавить одну щепотку а еще яичная скорлупа может пригодиться в хозяйстве если например на дне чайника у вас появилась накипь ее можно убрать засыпав на дно яичную скорлупу и залить на ночь горячей водой отлично справляется измельченный порошок и жирным налетом на посуде для этого нужно всего лишь присыпать им пораженные места и оставить на несколько минут после чего просто нужно вытереть губкой пусть данные заметки для вас дорогие друзья окажутся полезными с вами была я ксения до новых встреч